Хозяйка говорит о том, что всегда у нее здесь подымливает. Почему он мокрый? Мокрый из-за того, что неправильно была собрана труба. Когда собирают трубу, продают неправильно трубу, соответственно, ее и собрать нормально не могут. Температура выше 400 градусов, а баня-то выше 400 градусов, и начинает вонять утеплитель. Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Куменбай. Я сейчас нахожусь в парилке. Парилка, которая работала не 2, не 3, не 4, не 5 и не 10 лет. Она все время работала, но смучение. Почему? Не парилка, конечно. С дымоходом были всегда проблемы. Я вам сейчас покажу некоторые моменты, на которые вы должны обратить внимание. Это зависит в первую очередь от правильного установки дымохода и от правильного выбора материала в дымоходах для банных печей. У нас здесь банная печка, простая, как бубен шамана. Здесь идет труба, камни и вот еще одна труба 160 диаметра. Прогнали вот этот бак. Хозяйка говорит о том, что всегда у нее здесь подымливает. Ну подымливает почему? Потому что есть какие-то проблемы. Проблемы, видимо, на состыковке. Бак повело, мы его демонтируем. Я вам сейчас покажу. Ну вот, повело и повело. Ну, проблемный бак, поэтому уберем. Вот труба ушла вверх. Да? У нее утеплитель весь мокрый. Почему? Почему он мокрый? Мокрый из-за того, что неправильно была собрана труба. Когда собирают трубу, продают неправильно трубу, соответственно, ее и собрать нормально не могут. Утеплитель намокал. Намокал. Ну и здесь вот мокрый был, здесь всегда были потеки. Почему это происходило? Потому что просто сэндвич взяли и насадили по дыму вот сюда. На бак. Опора вся была на бак. Как мы собираем? Мы только собираем всю систему по конденсатуру. Смотрите, сняли бак, мы его уберем. Уберем по двум причинам. Первое, он уже, можно сказать, прожил свое. Он деформировался. И второе, нам не хочется потом переделывать работу. Это заказчики не нуждаются. Я заказчице согласовал и говорил, Дима, убери, лишь бы, чтобы мне спокойно париться и не думать о том, потек бак, не потек бак, надо его менять, не надо. Там раствор, надо добавлять его или оставить как есть. Ну, видите конструкцию. Теперь покажу вам ее поближе. Конструкция не самая лучшая была. Помимо того, что бак вставлялся просто внутрь вот этой трубы, труба заподлицо, вот в этом месте, в этой раковине стоял именно бак. И газы, которые выходили, а бак вы видели, он со 115 выходом, газы стремились вот сюда. И отсюда они уже выходили. То есть, да, он прогревал боковые стенки, но это уже лишнее. Но вот за этой вот полки отсюда выходили уже газы. То есть, дым выходил. Эта конструкция, она даже не имела права нажить. Что можно было сделать? Надо было сюда кусок трубы просто доварить и сделать переходник. Вот. Делалось все элементарно. Ну, а сейчас здесь, может быть, даже и лучше получится. Мы сюда вставим трубу через переходники. Все соберем по конденсату, зафиксируем трубу. Вся труба будет вставляться только по конденсату. И конденсат, который будет, он не будет сливаться у нас на вот эту топку. А здесь замечательное место, идеальное просто для конденсата. Поэтому мы пойдем вверх. Единственное, что было приварено кривотруба, и у нас есть смещение. Поэтому мы будем ставить два угла. 45-ти градусника. Компания Parcomen IC316. С толщиной металла 1 миллиметр. То есть у нас будет собираться эта конструкция вот так. Только мы ее развернем вверх. Обратите внимание, что все соединения собираются по конденсату. То есть конденсат не будет вытекать через эти вот сегменты. То есть верхний элемент вставляется внутрь. Помимо сборки, даже сборка самих сегментов должна собираться. Только по конденсату. 316 в 1 миллиметре. И благодаря этим углам мы сместимся в сторону. И все будет четко. Четко. Ну даже сейчас вот, когда сюда камни положат, будет гораздо все красивее, чем с баком. Ну, картинка будет, друзья. Я вам ее покажу. Будет замечательно. Какие же дымоходы мы будем здесь устанавливать? Конечно, мы дымоходы будем устанавливать безопасные и надежные. Это дымоходы компании «Панкомин» IC316-03. Толщина металла 1 миллиметр. И с изоляцией «Киробланка» 96 килограмм на метр кубический. Именно та изоляция, которая не газит. Если это каменная вата или базальтовая вата, как вам говорят, не ставьте ее на начальный метрик. Проблема в следующем. Она может газить. Не то, что газит. Она газит. Выделяются запахи. Температура выше 400 градусов, а баня-то выше 400 градусов. И начинает вонять утеплитель. Вот из-за чего. Из-за этой причины. Наши трубы спокойно могут устанавливать на самый первый элемент. Самый первый. С самого начала печи. Почему? Потому что мы используем качественную изоляцию. Именно изоляцию. Керамическую изоляцию. И вот наши трубы. Они все упакованы. Раструбные соединения. Четенькие. Аккуратненькие. Вставочки тоже самое. Все с наклейкой. Все как положено. Вот из этого мы будем делать, друзья, красоту. Красоту, благодаря которой потом заказчики просто будут радоваться в парилке. Эти трубы можно подрезать. Никаких проблем. Потому что у нее раструбное соединение. Тикс-сварка. Тикс-сварку я вам покажу. Вот я вам покажу на вот этом вот сегменте. Смотрите, какая сварка. Вот это называется тикс-сварка встык. Просто идеальная. Просто идеальная. Все. Хомутиками потом подожмем. Все. Аккуратненько поставим. Тоже из IC. Ну, они, правда, из IC 304. Не 316. Увы, 304. Обязательно все по конденсату. От начала до конца. И конденсат мы отправляем внутрь топки. И наши клиенты, которые с нами работают, они знают, как мы делаем. Так, чтобы у них не было проблем снова же с конденсатом. Все, друзья, всем хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов. Комменбай. Подписываемся на мой канал. Заходим в Instagram. И всем хорошего настроения. С легким паром, друзья. Пока. Продолжение следует...